Слово «диггер» происходит от английского глагола, означающего «копать». В Рязани у них есть полноценное сообщество. Это логично, раз мы также имеем достаточное количество различных коллекторов, бомбоубежищ и катакомб. Например, кожезаводской коллектор в Канищево, проржавевший металлические лестницы, отсутствие вентиляционных шахт и наличие метана препятствуют активному изучению. Если и ходить туда, то только хорошо экипированным и с группой друзей-профессионалов. Денис Мурушкин готов пойти на такой риск ради сохранения истории родного края. Любое подземное сооружение, любое надземное сооружение, оно имеет историю. Эта история находится на нашей земле. И об этой истории, я думаю, нужно рассказывать, а не молчать. Потому что время оно течет, земля покрывает все тайными, зарастает со временем все это. И рано или поздно просто от нас все это природа скроет. Поэтому пока есть возможность, нужно об этом рассказывать, показывать, чтобы люди об этом знали. Денис посетил также коллектор реки Уйбить, Иоанна Богословский монастырь в Пощупово и Ваганьковское кладбище в Москве. Конкретно диггерством он решил заняться недавно. Им движет не столько желание просто побывать в таких местах, сколько провести его полноценное исследование. Любой поход начинается с проверки информации в историческом архиве. Без нужных знаний не стоит даже и думать о вылазке. И уж точно не рекомендуется идти туда ради красивых фотографий. Затем ребята тщательно экипируются. Разводной ключ, фонарь, перчатки для защиты рук, удобная одежда для ходьбы в экстремальных условиях. К тому же необходимы стальные нервы, так как диггерство сопряжено с большим стрессом и угрозой для здоровья. Хотя и есть возможность увидеть интересные находки. В коллекторе достаточно жарко, душно. Здесь полным циклом течет своя жизнь. Еще одна вот ливняочная колодец. Здесь встретишь и грибы, и пауков, и летучих мышей, и рыбу, и даже лопаток. Подземный мир живет по своим правилам. Несоблюдение их может привести к серьезным последствиям. Денис ожидает возможность зрителям увидеть все своими глазами, не подвергая свою жизнь опасности. В будущем он планирует и дальше посещать интересные места с точки зрения истории и рассказывать о них. Алексей Нилов, Олег Парамзин, телекомпания Город.